Недельное чтение обычно заканчивается словами благословения, которые в русском языке звучали бы примерно так. Благословенный Бог, Царь Вселенной, который выбрал Израиль из всех народов и дал ему слова вечной Торы. Это вот как раз та книга, из которой мы читаем. И это книга, которую записал Моисей. Она начинает свое повествование о сотворении мира. Хоть Моисей записал это намного позднее. В определенном мере это субъективная книга, которая описывает то, что Творец через Моисея хотел нам донести. Но вот слова, которые мы сегодня читали, они звучат так. И ты подели сынам Израиля, чтобы они взяли тебе и лея чистого, выбитого для освящения, чтобы возжигать лампаду постоянно. В шатре собрания, в неразделительной завесе, которая предсвидетельством будет направлять ее ровно сыновья ее с вечера до утра пред Господом. Вечный закон для их поколения сынов Израиля. И ты приблизь к себе, Аарона, после того, как будет завершено создание Скинии со всеми принадлежностями. Аарона, брата твоего и сыновей с ним, из средов сына Израиля, чтобы служить ему мне, Аарона, Дава, Виута, Лазар и Тамар, сыны Аарона. И сделайте священное деяние Аарона твоему брату для славы и для великолепия. И ты говори всем мудрым сердцем, кого я исполнил духом премудрости, пусть они сделают одеяние Аарона, чтобы осветить его, чтобы служить мне. Здесь история. Израиль вышел из Египта, из Мицраима. Еще в свое время Бог сказал Аврааму, 400 лет твои потомки будут в рабстве. И вот рабство, Египет, ассоциации чего-то злого, темного, непонятного. Это с одной стороны так важно и нужно посмотреть. Египет несет в себе зло и прочее, прочее. С другой стороны, если мы смотрим, что все Бог сотворил, согласны, что Бог все сотворил. И есть доброе в любом народе. Израиль был отправлен в Египет для каких-то вещей, чтобы сломаться, чтобы научиться и чтобы вынести священное писание. Рассказывают нам, выйдет народ из Египта с великим богатством. Когда говорится про богатство, подразумеваются не только золото, серебро и драгоценные камни. Подразумевается что-то ценное. Подразумевается знание, мудрость. И мы читаем позднейшие истории, что Израиль, выйдя из Египта и став большим народом, по сути, очень много чего использовал из того, чему научился в Египте. Как управлять, как направлять, как заниматься хозяйствованием. То есть, чего-то доброе было взято, но не только доброе. Всякие вещи были взяты там. И исполнились слова, которые Бог сказал Авраму. Твой народ выйдет, будет рассеян, попадет в рабство, но выйдет. Ты научишься скрытому смыслу, который там есть. И, знаете, один из пророков, те из вас, кто не слышал, могут потом прочитать в Священных Писаниях, на иврите его имя звучит, как Иеремия, или Иеремия. В один из своих моментов жизни был сломан. И Творец стал разговаривать с ним и сказал ему, Иеремия, если ты научишься извлекать драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста, по сути, это призвание всего еврейского народа, там, где мы не находимся, извлекать драгоценное из всего хорошего, плохого. Израиль находился в Египте, извлек чего-то доброе. И потом использовал это для того, чтобы самому самосозидаться, наполняться какой-то истиной, чтобы потом воссиять другим народом. Почему я об этом говорю? Это глава рассказывает о новой веке. Вот люди вышли привычного им образа жизни, и здесь нужно делать что-то новое. Аарон, новая личность, вот Минура никогда не знали, как зажигать эту лампаду, и нужно научиться, как священоделить. Чего-то новое Бог призывает их. Вы знаете, эта ситуация абсолютно накладывается на то, кто есть вы, большинство сидящих в этом зале. Потому что все мы, тем или другим образом, тоже были в Галуте. Пускай этот Галут не назывался Египет или Митраем, а назывался Украина или Россия, и еще не важно что. Мы были там рассеяны. И Бог рассеял нас там, и в этом был его великий смысл. Но он исполняет то призвание, или то слово, которое сказал когда-то Авраму, рассею, и потом сюда их все равно соберу. Но придут они сюда уже заряженные чем-то драгоценным. Но здесь им нужно будет сорганизоваться. И научиться вот подобно вот этим вот первым людям делать что-то новое. Здесь вот много людей, которые недавно приехали сюда. Я не знаю, кем вы были, инженера, рабочие, строители, учителя, врачи, адвокаты. Неважно, кем вы были, вот вы попали в новую землю. И вам сейчас нужно, с одной стороны, научиться, как здесь жить. С другой стороны, вы да, сможете, используя то драгоценное, что Бог дал вам там, в Галуте, всем нам дал там, в Галуте научиться, чтобы мы здесь могли реализовать себя. Но вот народ, про который мы читали тысячелетия назад, они в пустыне, и им нужно всему учиться. Им нужны какие-то вещи. Они хотят, чтобы их призвание реализовалось. Знаете, у Израиля есть великолепное призвание. Он призван быть светом миру. Но, когда Израиль растерялся в народах, он это призвание просто потерял. И многие из наших стали Нобелевскими лауреатами, стали получать Оскары, стали получать много денег от бизнеса, но основное призвание потеряли, быть светом духовным. Бог собирает нас в Израиль, чтобы здесь опять вернуть к тому призванию, про которое многие из нас забыли. Я уже сказал, Галут, это не только попасть туда, где ты далеко физически от Эра Цисраэля. Галут, это когда ты теряешь даже само понимание, кто ты есть. Вот мы здесь сейчас, и я очень-очень и очень надеюсь, что Бог, Бог Творец, про Которого многие там в Галуте даже не думали, Бог Авраама, начнет пробуждать в нас то призвание, Которому от начала мы были призваны. И не случайно побывали в народах. Нам предстоит пройти несколько путей. Первый можно назвать де-ассимиляция. Там мы ассимилировались, а сейчас Бог призывает нас научиться новому забытому старому, чтобы вернуться к корням, к тому, от чего мы успели отойти, забыться. Многие даже не понимают, про что я говорю, но некоторые, да, о, там мой дедушка, он там когда-то, он там когда-то чего-то накручивал на руку, филин на голову. У многих это только какие-то моменты памяти, для чего он это делал. Что такое соблюдать шаббат? Что такое соблюдать кашрут? Для чего это вообще надо? Почему Бог дает нам это делать? Это де-ассимиляция. Узнать заново свою историю, не только модерную, что там в 48-м году образовалась эта страна, и потом была шестидневная война, и потом была война Суэцкого залива, и это, и это, и это. Были подъемы, породения, интифада, экономический спад, экономический подъем. Нам нужно узнать ту внутреннюю историю нашу, которая очень обширна, богата, и Бог дал нам пройти все это, чтобы Израиль стал тем, что говорит его имя. И Есарель, Исраэль, будет Божьим ставленником на этой земле. Вторая вещь, которую нам очень важно познать. Когда-то, 2000 лет назад, наш народ полностью, тотально проигнорировал Машеха. Ешуа из Назарета, он был просто проигнорирован. И некоторые бьются головой, почему он был так рядом, столько чудес здесь сделал, но его просто проигнорировали. Те христиане, язычники, непонятно кто его, приняли, абсорбировали его просто, как когда-то Иосифа. Принял Египет, а свои собственные 11 братьев оттолкнули. В этом был смысл. Я не буду сейчас входить в чем, и какой этот был смысл. Но мы сегодня вернулись в эту землю. И подобно, как читал я из текста, мы должны научиться выбивать Елей заново. Мы должны вернуть вспять те ошибки, которые допустили. И мы живем в то время, когда мы должны признать того Машеха, который был здесь, и без которого жизнь может быть крайне темной. Еще одна вещь. Нам нужно не только Машеха познать, просто Творца познать, понять, что такое вера в конце концов. Некоторые научились фальгулировать, что такое вера. Вера это вера в кого-то невидимого. Да, это так. Но суть веры, это когда в твоей душе что-то начинает вдруг подниматься, и ты вдруг явно хочешь познать непознаваемое, чтобы там внутри закрылась какая-то пустота. И ты получил бы какой-то ответ. Именно поэтому вернуться к вере на иврите называется Чува обратиться, покаяться. И это та четвертая вещь, которую нам нужно сделать. Однажды один очень известный человек Кейфак Петр сказал такие слова вам всем. В этот день он лежит сделать Чува раскаяться перед Богом и сказать Боже, я тебя не знал, но ты сейчас начни учить меня, как учишь младенца, как учишь ребенка, как то, о чем мы сегодня читали. Народ вышел с Египта и не было никакого дела до этой миноры, до этих особенных одежды, аарона, но нужно было научиться чего-то. Бог говорит Чува покаяние. Скажите ему такие слова. Бог, я тебя знать не знал, меня учили, что тебя нет, что мой предок это обезьяна, которая прыгала с дерева на дерево хвостом, затепился, оторвался и пошел. Так учили. Но Бог, который над всем, Он призывает нас совершить Чува, чтобы мы сказали Ему, помоги мне. И есть еще одна вещь. Чува без того, чтобы после этого знать и служить Богу, она не очень релевантна. Потому что если ты чего-то получил и спрятал это в шкаф, ну может быть ты в тайне души будешь гордиться, что у тебя это есть. Там деньги или картина или книга какая, но никто этого не знания какой-то ты научился. Ты можешь этим жить и никому не рассказывать, если не раскрываешь его для других. Оно может только для тебя имеет ценность, но это просто жалкая ничтожность. Был такой пророк среди израильского народа, звали его Исаия. Когда он понял этот момент, он сказал такие слова «Боже, вот он я, меня пошли, Боже, вот он я, меня пошли, помоги мне не только узнать тебя, не только завершить чувак, но еще быть в твоих руках инструментом, тем, кого ты реально мог бы использовать, чтобы был смысл в моей жизни». Это вот то короткое толкование, которое я хотел нам всем сказать, особенно тем Улим Хадашим, которые недавно приехали. Вы сюда приехали не случайно. Хоть некоторые думают, что сбежали от войны в Луганске. Может быть, так вы думаете. Некоторые сбежали от войны в Луганске, а некоторые приехали из Нью-Йорка и могут себе позволить здесь три дома купить. И ниоткуда они не сбегали, но неодолимо почувствовали вернуться сюда. Бог возвращает свой народ из Галута, чтобы каждый из нас стал в его руках инструментом. Чувак, помоги мне обратиться, Господи. Помоги мне познать твои пути. Помоги мне понять Машеха, который искупил меня. Помоги мне опять начать сначала, но не потерять то драгоценное, что я приобрел в народах. Это вот послание, которое мы читаем сегодня. Пусть Бог творит всех, в которого некоторые верят, а в которые нет. Пусть благословит каждого из вас. что это просягнут.